Ну не знаю, возразит ли наш следующий гость нашего эфира против использования такого термина, но относительно него, наверное, тоже будет правильно его употребить. Беженец, в каком-то смысле из Российской Федерации, Даниил, человек, который подпадал под призыв, сейчас находится, насколько я понимаю, в Казахстане. Судя по улыбке, Данил на меня не обиделся за использование этого термина. Данил, здрасте. Здрасте. Данил, добрый вечер, вы в эфире. Судя по вашей улыбке, у вас как бы самое страшное позади. Расскажите просто своими словами нашим зрителям и своего личного опыта, как выглядел весь этот процесс. Что для вас было, как вы приняли решение поехать, с чем вы столкнулись на границе, с чем вы столкнулись после нее, может быть, даже какие-то, не знаю, практические советы сможете дать тем, кто еще сейчас думает, уезжать или не уезжать. Да, дам совет, делайте доверенность, срочно делайте доверенность на кого-то из своей семьи. Вам намного будет проще делать какие-либо документы, какие-то там выписки, справки для получения вида на жительство. Вы упросите себе жизнь. Я младший сержант в отставке, точнее не в отставке, а в этом запасе. Поэтому, как только я услышал эту чудесную новость, было принято решение сразу же принимать какие-то решения. Не было билетов, конечно же, не прямых. Начали смотреть какие-то варианты по наземной границе. Было принято решение лететь до Тюмени, из Петербурга, в общем, до Нижневартовка. От Нижневартовка до Тюмени. От Тюмени там найти дядю, который довезет до границы. Я еще работаю в Пикамо, поэтому у меня с собой два больших чемодана, инструмент рабочий, инструмент вещи. И, в общем, да, дошел до русской границы. Там, на удивление, видимо, не самый популярный маршрут. То есть сейчас надо пробивать и Казахстан через Тюмень, возможно, попроще. Но не факт, уже, как бы, может быть, все изменилось. И, на удивление, на российской границе вообще не задали вопросов. То есть, не знаю, с чем это было связано. Может, еще на тот момент не устали они выполнять свою работу. Просто меня пропустили сразу же. Прошел полтора километра до Казахстанской границы. Там уже ребята так начинали прикалываться, поспрашивали, чего, кого. Я говорю, до кино приехал, снимаете. Они говорят, ну все, брат, давай, проходи. Забыли даже просканить. Я там уже договариваюсь с таксистом. Так, мне там надо до Петропавловска. И выбегает Казахстан и говорит, брат, надо там просканить твои вещи. Я говорю, ну давай, короче, сделаем это. И все, доехал до Петропавловска уже на таксисте. Оттуда тоже за вообще очень скромные деньги до Астаны. Ну и там уже я своим ходом доехал до Алматы. Прекрасный город. Все нравится. Это вы сейчас в городе Алматы, правильно я понимаю? По окружающей картинке. Да, у нас похолодало. Когда я приехал 25-го, было 26 градусов. Вообще думал, а что я сидел в этом Петербурге? Самый позитивный бешенец в мире в нашем эфире, Данил. Данил, а как принимают, хочется понять, есть ли там какие-то бытовые условия? Мы слышали, что в Петропавловске местные власти дали кинотеатр целый для того, чтобы люди ночевали. Здесь как-то помогают власти? Может, по своему опыту или по опыту других людей дают ли возможность переночевать? Дают ли возможность, не знаю, кровь или питание? Есть ли для этого какие-то возможности, шансы? Огромное количество чатов с поддержкой дают какие-то варианты, где можно остаться. Ну, рынок есть рынок. То есть, квартиры подорожали. Сейчас здесь снять жилье, наверное, что-то на уровне, как снять жилье в Москве. То есть, цены выросли в три, может, где-то даже в четыре раза. Но это не потому, что кто-то здесь такой хитрый, злой, а просто приехало очень много людей. Поэтому спрос рождает, короче, все логично. Но при этом ты никогда не услышишь на улице, там, русский, что, пошел. Нет, все помогут, подскажут. То есть, у меня тут первый день, помню, закончился интернет, который я оплатил в России. Мне вообще каждый помогал, куда дойти, как проехать, деньги снять. В общем, короче, Казахстан – круто. Данил, еще хочется вас спросить. Во-первых, короткий вопрос. Вы сказали там про цены, что они выросли. Но вот рубля, какая-нибудь там комната или квартира, сколько она сейчас может стоить, там, не знаю, без дырки в потолке? – Самый дорогой город, наверное, в этом плане сейчас здесь квартира. Тебе обойдется, наверное, где-то 500-600 тенге. Это умножаем на 7. Точнее, делим на 7. То есть это 500-600 тысяч тенге. Ну, короче, где-то с 50 до 80 тысяч. – Ну, нормальные такие московские цены. – Да, это очень много, потому что, в принципе, здесь вот мой друг живет последние 4 месяца. И он говорит, ну, я стоял за 15-20 тысяч рублей квартиру. И это была такая нормальная цена. А сейчас как бы все очень поднялось. Ну, это естественный процесс. – Вот и ваш, хочется понять, рецепт какой-то, как правильно, где пересекать границу, на ваш взгляд, в Казахстане? Там, где искать, где лучше найти, чтобы была меньшая очередь? Ну, потому что, реально, я узнаю, что там сутки, двое суток какие-то знакомые стоят в очередях, они могут пройти. – Есть чаты, есть чаты, где прямо в клаве выписывают, типа, какие сейчас загружатся на границах. Несложно найти, если хочешь. То есть я сейчас даже не буду советовать тюменское направление, потому что я там был 25-го числа, может быть, уже что-то изменилось. Но очевидно, что это должна быть граница, которая не рядом с Москвой, не рядом с Омском, с такими городами, которые вот… Тюмень чуть дальше отъехал, все, там уже как бы людям лень туда ехать. Доезжать в трансфере, пешочком проходишь, все, тебя встречают в Казахстане. Спасибо большое, Даниил, удачи вам, и надеемся, все будет хорошо. Передавайте привет и благодарность всем добродушным казахстанцам, которые вам помогают и приютили вас. Спасибо. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Несите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...